Привет! Меня зовут Катя Лерин Руа, и если вы смотрите это видео, это значит, что у меня начался отпуск, и я уехала на море. Наконец-то! Сегодня среда, 9 часов вечера, и свет может быть убогим, так что извините. И так как я иду на море, я решила сделать такое видео и рассказать вам о том, что же я возьму с собой, и может быть, вам это пригодится, и вы возьмете что-то себе на заметку. Ну и я хоть заодно составлю список того, что же мне надо взять. И первое, что нужно брать с собой, когда ты едешь на море, где очень активное солнце, это, конечно же, защита от этого солнца. И вот у меня здесь такая отнивилия 30% и 50%. Так как сгорать это очень больно, очень неприятно, и потом облезаешь это некрасиво, то обязательно нужно пользоваться какой-либо защитой. Я люблю в самом начале, как только приезжаю, пользоваться защитой 50%, а уж потом переходить на 30%, когда немножко загоришь. Они обе водостойки, я всегда беру с собой водостойкой, хотя их после каждого купания нужно наносить заново, так что вот. И также после долгого пребывания на солнце кожу нужно успокоить, увлажнить. И для этих целей я купила себе вот такое вот средство, восстанавливающий сос-ласьон после загара. У меня есть еще один просто после загара увлажняющий. На мой взгляд, такими вещами нужно пользоваться обязательно, я в каждую поездку на юг покупаю себе такие средства. Я купила средства фирмы Неви, просто потому что они были в магазине, и мне было лень что-то еще искать. Я довольно много в последний, наверное, год смотрю всяких бьюти-блогеров, и в этом году я решила заморочиться и купить себе защиту не только для кожи, но и для волос. Как оказалось, многие это делают, многие как бы в курсе. Я никогда ничего такого не покупала, и вот решила попробовать истель, просто потому что она была и 300 рублей стоила. Это спре-увлажнение для волос, для всех типов волос, и защита от ойф-лучей. Надеюсь, это средство поможет защитить мои три волосины от солнца. Если останавливаться на теме волос, то в последние пару лет, наверное, я беру с тобой на море всегда вот такие вот резиночки. Они мне очень напоминают провод от телефона. Помните? Когда они были не ради телефона, а именно такие, с такими вот проводочками. Очень прикольные, очень удобные резинки, и с ними очень классно купаться, они не спадают, и вообще можно носить на руке, как браслеты. Почему нет? И да, я обязательно с собой возьму свой тангел-тизер. У меня такая вот мини-версия, компактная для сумочки. Это мой первый тангел-тизер, я его нежно люблю, мне правда он очень нравится, и мне очень нравится им расчетывать мокрые волосы, потому что с этой задачей он справляется действительно классно. Если кто не знает, тангел-тизер это такая как бы расческа, похожая на щетку для собак, но она для людей. И она не выдирает волосы. Но у меня что-то все равно лезут, поэтому против природы не попрешь. Далее я решила взять с собой лаки. Обычно я не беру на море с собой какой-либо лак для ногтей, но в этом году решила, что наверное возьму, не знаю буду пользоваться или нет. И я решила взять вот таких три цвета. Голубенький, такой зелененький больше и розовенький. Не знаю, возьму на всякий случай, вдруг у меня будет настроение покрасить ногти. Далее всегда на море я беру с собой водостойкую тушь, потому что иногда хочется подкраситься и не хочется куда-то идти смывать, если вдруг ты решил искупаться. И в этом году мой выбор пал на тушь от Essence. Мне очень нравится эта фирма, она очень дешевая и у нее всегда какая-то прикольная косметика, и мне нравится она. И выбрала я ее только потому, что я сначала пришла в Литуаль и попросила дать мне водостойкую тушь. Мне дали, я не посмотрела, в общем тушь оказалась не водостойкой, поэтому я потом зашла в лобку радуги и сказала, дайте мне уже действительно водостойкую тушь, пока мне не показали, что тут написано, да, она водостойкая, я им не верила. В общем попробую эту тушь, не знаю, надеюсь она мне понравится и надеюсь она не будет смываться во время купания. У нее вот такая вот здоровая щеточка, серьезно здоровая, но наверное она должна классно красить. А называется она Get Big Lashes Volume Boost Butterproof. Мой английский идеален. Ну и уже заканчивая тему косметики и всего такого, я решила в этом году взять себе вот такой вот BB крем от Garnier. Здесь степень защиты 30 и как здесь написано, этот BB крем подстраивается под естественный тон кожи. Не знаю, надеюсь он мне подойдет, у меня не будет на него аллергии и он хоть немножко защитит меня от солнца, потому что на солнце всегда обгорает у меня в первую очередь нос. Всегда. Ну а теперь давайте перейдем к книгам. Я вообще хотела с них начать это видео, но как всегда началось чего-то другого. И пока я определилась только с двумя книгами, которые я возьму с собой. Первая это книга Грегори Дэвида Робертса Шантарам. У меня эта книга в мягкой обложке и в двух частях. Я решила, что в дороге почитать это будет интересно. И еще я решила взять с собой книгу Лены Элтонг Картахена. Тоже мне кажется, что ее будет прикольно читать и в дороге, и на пляже. Там вроде бы тоже действия происходят где-то летом, где-то в теплой стране. Так что очень надеюсь, что обе книги меня не разочаруют и скрасят мой отдых. Ну и также сейчас я читаю книгу Сью Монг Кит Тайная жизнь пчел. И если я не успею ее дочитать до отъезда, то, наверное, тоже возьму ее с собой. Также на отдых и вообще летом я не расстаюсь с матирующими салфетками, перушами, потому что без них я просто не могу спать. Также я, конечно же, с собой возьму телефон, планшет, на котором есть и книги, и игры, и фильмы. Вот когда мне будет очень скучно, я буду играться с ним. Конечно же, всегда с собой в дорогу я беру термальную воду. От нее, конечно, толку мало, но она хоть приятно освежает, когда очень жарко. На отдыхе я надеюсь поснимать, поэтому я возьму с собой телефон. Вот такой вот маленький фотоаппарат Canon. Я уже на него снимала в том году, когда была в Греции, но так и не смонтировала те видео. Вроде бы он снимает, ну так, средненько, но сойдет, потому что другого варианта у меня просто нет. Ну и он маленький, удобный, так что надеюсь, что он хоть немножко что-нибудь доснимет нормальное. И вообще надеюсь, что не будет что там снимать. Я недавно купила себе вот такой вот Polaroid. Он такой милый. Чем-то мне зефирку напоминает. Я его тоже возьму с собой. Постараюсь сделать какие-нибудь прикольные фотографии, которые я планирую вклеить вот в такой вот блокнотик. Его я возьму с собой. И в нем я как раз хочу в дороге что-нибудь рисовать, что-нибудь записывать. И как раз фотографии, которые получаются на Polaroid, они такого маленького формата. И сюда их можно будет приклеить, и будет такой как бы travel book с фотографиями. Мне кажется, должно быть прикольно. Я, по крайней мере, постараюсь это сделать. И также для этих целей, чтобы как-то оформить travel book, я купила себе вот такие вот наклеечки. Они такие милые. Тут мотель, фотоаппарат, еда. В общем, все, что происходит в дороге, в путешествии, тут есть. Так что надеюсь, что я их использую, и они как-то оживят то, что я нарисую, наверное. И да, на прошлой неделе случилось страшное. Я купила себе селфи-палку. Я решила, что снимать вот так мне неудобно, мне будет удобнее с палкой, поэтому я ее купила. Причем мне было дико стыдно ее покупать. Я чувствовала себя какой-то странной. Я очень долго не решалась ее купить. Потом моя подруга сказала, типа, да ладно, что ты здесь не ходишь, давай купим. Угадайте, почему я ее купила? Потому что она голубенькая. Блондинка. Она с Wi-Fi, но я как бы не думаю, что буду этой кнопкой особо пользоваться. Конечно, я ее заряжу, но в основном она мне нужна, чтобы снимать. Причем сюда можно поставить телефон, а если вот эту штуку открутить, можно прикрутить фотоаппарат и также снимать, что очень удобно. Правда, я не очень представляю, как я буду ходить по городу и вот себя снимать. Это как-то мне все равно кажется странным. Будем бороться с комплексами. Помните селфи-палку? Что нет? Также за все время, что я когда-либо ездила на отдых, я поняла, что с собой нужно брать минимум два купальника, потому что один как бы сохнет, в другом ты купаешься и ты их вот так вот меняешь. Но в этом году у меня будет аж три купальника, потому что я купила себе слитный, причем совершенно спонтанно, случайно увидела, померила, мне понравился, я решила, да ладно, пусть будет. Тем более, что я давно хочу слитный купальник. Не знаю, как-то с возрастом мне уже не хочется оголяться, мне хочется прикрыться. Это, наверное, старость. Тем более, слитный купальник сейчас в моде, поэтому, в общем, будет у меня и такой. И также обязательно с собой на отдых беру удобную обувь, потому что это самое главное, особенно если вы идете на экскурсии. Если у вас болят ноги, то вы не получите удовольствия ни от одной экскурсии, ни от одного путешествия. Это уже проверено. Ну и любая удобная обувь может подвезти, поэтому нужно брать с собой пластыри. И желательно побольше. Вот мне надо точно докупить пластыри. Ну а на этом, наверное, все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам было интересно узнать, что же я возьму с собой на море. Может быть, вы себе что-то взяли на заметку из того, что я возьму с собой. И я уезжаю на две недели. И понятное дело, что у меня не будет возможности снимать, редактировать и выкладывать видео. Я загрузила заранее на YouTube парочку видео. Я надеюсь, что YouTube меня не подведет и выложит эти видео в тот день и в тот час, когда я ему это задала. Ну по идее он вроде бы должен, так что проверим. Но по-любому хотя бы два видео за время моего отсутствия выйдет. Ну а на этом все. Не забывайте, что я вас всех люблю. Целую. Я буду по вам очень-очень-очень скучать. Я постараюсь там снять что-нибудь интересное, чтобы получился какой-нибудь нормальный, интересный, полноценный влог. И когда приеду, я его смонтирую, выложу и вам обязательно покажу. Тем, кто едет отдыхать, хорошего отдыха. Тем, кто не едет отдыхать, просто наслаждайтесь таким вот прохладным, конечно, поганеньким летом. Но уж какое есть. Ну а на этом все. Я надеюсь, что мы очень скоро с вами увидимся. Пока!